Всем привет, ребят! Меня зовут Софья, и вы на моём канале. В этом видео я вам покажу, что я буду носить весной. Да, буквально один день назад вышло уже моё видео на моём канале, но мне оно вообще не понравилось совершенно. Я не знаю, зачем я его выставила, если оно мне даже не понравилось. Так что я вам покажу, что я буду носить весной ещё раз, только в более другой форме. Возможно, кто-то скажет, что ещё рано начинать снимать такие видео, но, по моему мнению, уже вполне можно читать подготовку к весне. И если тебе интересно, то оставайся со мной, заваривай себе чай, бери вкусняшки, а мы начинаем. И начнём мы, пожалуй, с очень прикольной вещи, от которой я без ума носила я её ещё зимой. Это вот такая вот шапка. Выполнена она в серой цветовой гамме. Кстати, серый и розовый, это сейчас в этом сезоне, зимой, весной. И вообще, как-то по жизни, это мои любимые цвета. Она связана с такими большими нитками, если можно так сказать. И когда я её заказывала, я поняла, что она мне будет как-то странно сидеть. Но сидит она очень стильно, выглядит очень прикольно и дополнит обязательно любой образ. Следующий это шарф, который мне подарила моя тётя, за что ей огромное спасибо. Здесь сочетание двух моих любимых цветов, это серый и розовый. Это шарф труба, то есть вы его одеваете и обматываете вокруг своей шеи столько, сколько вам нужно. Он очень-очень-очень тёплый. И в нём очень комфортно. И тоже он выглядит безумно стильно на всех фотографиях в инстаграме. Я выставляла некоторые фотографии с ним. Если ты ещё не подписан, то вот ссылочка будет где-то здесь. Обязательно подписывайся. Следующая вещь, которую я безусловно буду носить зимой, весной, простите. Это вот такой вот розовый рюкзак. Выполнен он под бархат. Кстати, его мне подарила моя сестра. Я его забыла показать в подарках на день рождения. Застойте тоже огромное спасибо. Он выглядит тоже безумно стильно. У меня уже был такой один рюкзак, только в винном цвете. Заказывала его с Алиэкспресс. Но мне не очень понравилось его качество. Вот этот выполнен намного качественнее. Замочек у него золотой. Кстати, он нигде не заедает. Вот совершенно. У него здесь один карман. И здесь большой карман. В этот рюкзак обещается всё, что нужно, в общем-то. Это если телефон, пару банк, духи и так далее. Всё, что вы носите с собой каждый день. Лямки у него тоже выполнены очень качественно. И мне он очень нравится весной. Весна это именно розовый цвет. Такие нежные цвета. И я его точно буду носить весной. Следующая. Это вот такая вот юбка. Розовая бархатная юбка. Она выглядит очень стильно. Мне кажется, весна, лето. Это вот именно те два сезона, где можно носить её. Её можно надеть так, как с какой-то футболкой, так и с свитером, и с гольфами, в общем-то, и с кроссовками, и с туфлями. И выглядит она безумно круто. И весной обязательно буду её однозначно носить. Следующая вещь, которая мне тоже очень-очень-очень нравится. Это вот такой вот нежно-розовый свитер. Он очень-очень мягкий. И в нём ты себя чувствуешь комфортно. Тебе нигде не жмёт, не колет. Его можно надеть как с жилцами, так и с юбкой. И выправить, и заправить. И он будет смотреться тоже безумно стильно. Следующий идёт просто очень прикольный свитер. Он голубого цвета. И он тоже очень мягкий. Он такой вот пушистый свитер. И очень стильно будет смотреться, учитывая его длину. Его можно как заправить, так и выправить. А здесь, например, он с белыми джинсами или с чёрными. Мне кажется, будет очень круто сочетаться. Как-то спустить его на одно плечо. И да, он очень прикольный и очень мягкий. Следующий это вот такая вот безумно мягкая, безумно милая и прикольная розовая шубка. Я не знаю, что ещё о ней можно сказать. Она очень мягкая, очень приятная. Прямо когда ты её одеваешь, ты больше не хочешь её снимать. Вот я вам честно говорю. Следующий это, наверное, пока что самая тёмная вещь за всё это видео. Это вот такие тёмно-синие джинсы. И вы спросите, что в них такого. Ну посмотрите вот на это. Они могут кому-то не понравиться. Мне они очень понравятся за счёт своих вот этих вот порезов. Они тёмно-синие, с замышленной талией. Я их ношу с ремнём, потому что они чуть велики в талии. А так, в общем-то, в них всё отлично. И всё. Следующая самая, наверное, тёплая вещь за эту распаковку – это пальто. Ну, у меня как-то было пальто лет в 11, и больше в моём гардеробе не было пальто. То есть как-то я больше предпочитаю куртки, чем пальто. Но в этом году я всё-таки отважилась и купила себе пальто. Выполнено оно в чёрно-белом цвете. Что выглядит очень прикольно, вот такой вот лесенкой. И не скажу, что оно прям очень тёпло. И зимой вы его не поносите даже со свитером, вы замёрзнете. Настолько, если из машины и в торговый центр, и так, то, возможно, нет. Но если гулять в нём где-то, то это однозначно нет. А вот весной со свитером вот тепло будет. И это самое то. Мне оно очень-очень нравится. Выглядит оно очень прикольно и необычно. Если одеть под нём, кстати, вот эти вот джинсы, наверное, то будет однозначно круто. На этом моё видео подходит к концу. Надеюсь, я вам чем-то помогла. И вы поняли, чего именно не хватает в вашем гардеробе, или что именно вы хотите купить. Обязательно пишите мне в комментариях, понравилось ли вам это видео. И если вам интересно, где я купила ту или иную вещь, то тоже спрашивайте, я всем буду отвечать. А на этом всё. Не забудьте поставить пальчик вверх, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Ну, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok